Собрание собственников многоквартирных домов в электронном виде – один из важных механизмов цифровизации в системе ЖКХ. Эта программа появилась в 2020 году и теперь пользуется популярностью у жителей Подмосковья. Цифра позволяет нам обеспечивать важные перемены в энергетике и коммунальной сфере. Мы упростили все процедуры, чтобы можно было без волокиты подключиться к газу, электричеству, теплу, воде. Теперь заявитель получает все документы в электронном виде, на региональном портале Госуслуг. Ему не нужно никуда ходить, носить с собой кипы бумаг и стоять в очередях. Все легко и быстро. Мы также провели оцифровку сетей электротепловодоснабжения и водоотведения. Создали карту коммунальных услуг МКД, куда внесли данные по всем многоквартирным домам Подмосковья. Выбор управляющей компании, капитальный и текущий ремонт общего имущества в МКД, вопросы благоустройства. С помощью онлайн-собраний можно проголосовать за любую интересующую тему. Вследствие чего приходит каждому собственнику уведомление о начале данного голосования. И также при сроках проведения собрания, если кто-то находится в долгосрочном выезде, в командировке или на отдыхе, они могут сделать это удаленно, проголосовать за определенные вопросы. Тем самым мы собираем более количества голосов по многоквартирному дому, никому ходить не надо. Подмосковье – первый регион в Российской Федерации, где каждый житель МКД может решить вопросы по управлению своим домом, проводя собрания в электронном виде. И это дает массу преимуществ, одна из которых – оперативность и удобство. Элементарно необходимо зарегистрироваться на платформе ЕАИС ЖКХ, которая синхронизируется с госуслугами, где идентифицируется, что вы собственник данного жилого помещения. При инициативе, если я захотела поднять какой-то вопрос на всех жителей, мне необходимо просто зайти в эту программу, прописать этот вопрос, нажать кнопку «Инициировать собрание» и далее уже выбираю параметры буквально 15 минут максимум. На это возможно потратить время. Недавно Московская область заняла первое место на первой национальной премии в номинации «Коммунальное хозяйство» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Кроме того, портал «Добродел» получил специальный приз за лучшее цифровое решение для коммуникации с жителями. По итогам 2022 года Одинцовский округ остается лучшим по количеству проведенных собраний в электронном виде. Их состоялось больше тысячи. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.